МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жара-то какая! Духота! Ваши фото с хэштегом «Лето в Самаре». Чему учат в космической школе? Кто совершил путешествие в прошлое? Почему сеть ВКонтакте будут проверять? Как устроить бассейн на кухне? Все это и многое другое прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето – это маленькая жизнь. И каждый раз мы загадываем, что проведем его весело, шумно и интересно. Одним словом, незабываемо. Что ж, судя по фотографиям в соцсетях, многим это удается. За неполный первый месяц лета кто-то уже успел загореть и даже обгореть, кто-то вернуться с моря, кто-то сдал экзамены на пятерки, а кто-то впервые влюбился. В общем, как и было обещано на прошлой неделе, мы смотрим ваши самые летние фотографии. Смотрим и запоминаем это лето. Ведь оно только начинается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Как известно, теперь к нашим любимым хэштегам мы добавляем еще и геолокацию. Сегодня это будут самые веселые и свежие фотографии с Мострюковских озер, где на площадке фестивального парка проходит форум «Иволга-2016». Молодые, активные и прогрессивные – все это участники форума «Иволга». Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, если мечтаете попасть в телевизор, то пора уже действовать. Раскрываю все карты. В следующей программе главная геолокация – набережная Волги. У вас есть целая неделя, чтобы прогуляться по самой красивой набережной и сделать интересное фото или снять видео. И не забывайте к своим публикациям добавлять хэштег «Самара ГИС». Так вас будет проще найти. Удачи! В ЖЖ-сообществе «Самарский край» обсудили состоявшийся 18 июня фестиваль «Путешествия в прошлое». Пост с фотографиями выложила пользователь Эллой Самара, она же Оксана М. Люди, которые не поленились в этот жаркий субботний день проехать 50 километров до центра древний мир, получили массу приятных впечатлений, новых знаний и умений, прекрасного общения, пишет блогер. Драки на мечах, стрельба из лука, метание ножей – фото этих мальчиковых развлечений в посте нет, потому что Оксана приехала на фестиваль с крестницей 10 лет, и они занимались приятными девичьими забавами, посетили гончарный мастер-класс, освоили ручное ткачество пояса. Кстати, вот вам немного видео и фото с этого замечательного фестиваля. Путешествие в прошлое проходит уже в седьмой раз и охватывает такое количество площадок, что обойти их все нужно постараться. Ставим фестивалю самый большой самарский лайк! В Самарском университете пройдет 12-я международная летняя космическая школа. Для того, чтобы научиться создавать нано-спутники, в Самару приедут молодые энтузиасты со всех уголков мира. За две недели студенты изучат основы проектирования спутников и механики полета, узнают о проблемах при выведении их на орбиту. Все учащиеся также смогут презентовать себя и свое учебное заведение, обсудить варианты сотрудничества с Самарским университетом и посетить университетский центр испытаний. Летняя космическая школа – это прекрасная площадка по обмену технологическими идеями. Кроме учебы иностранных гостей ждет обширная культурная программа. Это посещение музея «Самара космическая», технического музея в Тольятти, экскурсия в бункер Сталина, а также прогулки по Волге. В сентябре Роскомнадзор собирается проверить социальную сеть ВКонтакте. Основное внимание будет уделено тому, как организована защита персональных данных пользователей, то есть как в рамках социальной сети соблюдаются нормы действующего федерального закона о персональных данных. Во время предстоящей инспекции специалисты Роскомнадзора будут проверять, как происходит обработка персональных данных, а также оценят условия их хранения и уровень защищенности. Также проверка пройдет в главном офисе социальной сети, расположенном в Санкт-Петербурге. Инспекция носит плановый характер и никак не связана с появившейся в сети информацией о том, что из российской социальной сети были выкрадены личные данные пользователей. Летом каждый по-своему спасается от жары. Некоторые предпочитают сидеть под кондиционером или вентилятором, другие пьют много воды или закусывают мороженым. А вот тверской видеоблогер превратил кухню в своей квартире в бассейн. Автор видео закрыл вход на кухню деревянными перегородками. Само помещение обклеил скотчем и полиэтиленовой пленкой. Пять часов трудились изнывающие от жары тверчане. В итоге импровизированный бассейн был наполнен водой. Не уточняется, как долго длились эти водные процедуры и как отреагировали на них соседи. Но сразу хочу сказать, что повторять такое лучше не стоит. Захотели охладиться? Бегом на Волгу. Водичка, говорят, уже просто чудесная. Ну и так сказать, чтобы ваши глаза отдохнули от предыдущего видео, вот вам порция умиления. В сети набирает популярность видео, на котором лысая собачка по кличке Нейтан, стоя на задних лапах на стуле, пляшет полечку под аккомпанемент аккордеона. Ролик на YouTube выложила владелица пса бабушка Тилли. У собачки десятки тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Да что скрывать, даже я не смогла устоять перед полечкой и посмотрела видео несколько раз. Ладно, ладно, давайте уже посмотрим. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Если есть какие-то интересные самарские новости, обсуждения, фотографии и видео, пишите нам. Давайте дружить в социальных сетях. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok